Всем привет! С вами GameZona на канале Экспресс. Меня зовут Дэн. В нашей сегодняшней программе вы узнаете, где в Барнауле можно получить дополнительное образование в области IP. Увидите тройку самых популярных игр недели. А кроме того, вас ожидает очередной опус на тему давным-давно в далекой-далекой галактике. Приквел Лукасовских Звездных Войн. Игрушка Рыцаря Старой Республики. Не переключайтесь. У меня в руках находится игрушка Черепашки-Ниндзя. И для того, чтобы получить этот аркадный боевичок, вам нужно первым прислать правильный ответ на мой вопрос на пейджер-редакции. Итак, приготовились вопрос. Назовите имя главного злодея и оппонента черепашек в игре. Победителя мы узнаем через несколько минут. Ну а пока хиты недели. Совершилось. То, что еще несколько лет назад могло присниться только в чудесном сне, стало реальностью. С выходом последней части трилогии «Сломанный меч» — Broken Sword — The Sleeping Dragon. Молитвы поклонников жанра приключений были услышаны, а шестилетнее хождение по мукам разработчиков из Revolution Studios наконец-то подошло к концу. Одна из самых лучших приключенческих игр 90-х годов прошлого века получила продолжение в веке нового, что позволило разработчикам не только добавить третье измерение, но и воспользоваться последними достижениями графических движков, современных видеокарт и процессоров. Такого вы еще не видели, по крайней мере в жанре адвенчур. Добро пожаловать в новую эпоху приключенческих игр. Стильный, качественный и жутко играбельный. Встречайте, новая игра из серии Soul Raver. Похождение Розиэля и его вечно зеленого антипода Каина возымели очередное продолжение. Они снова с нами, эти эстетичные до мозга костей вампиры. Legacy of Kain Defiance. Готика опять пожаловала на экраны мониторов. От кровавых осадков станет страшно даже красной мантии национального Деда Мороза. Вы хотели настоящего зрелища? Получите сполна. Мертвичины на этот раз хватит на всех. Так что обиженным не уйдет никто. Впрочем, как и живым. В любом случае, вам определенно будет на что посмотреть. Принц Персии. Пески времени. Великолепная игра. Настоящий хит и настоящий Принц Персии. Они те жалкие короли персиков, что были раньше. Сказочный визуальный ряд, увлекательнейший геймплей и старая добрая атмосфера приключений. Хил и звук, небольшие проблемы с камерой и управлением. В общем, все это мелочи, которые не дают игре стать абсолютно идеальной. Во всяком случае, игрушка представляет собой эталон качества на сегодняшний день. Однозначно. Полный восторг и море позитива прилагаются. Все игры, представленные в нашей программе, вы можете найти в фирменных отделах Гигабайт. Компания внимательно следит за всеми релизами и своевременно радует нас самыми свежими игрушками. Кроме того, Гигабайт предоставляет огромный выбор программного обеспечения и DVD. Магазины Гигабайт находятся по адресам строителей 16, KDM Market и красноармейский 64, торговый центр Майский. Мы продолжаем. Далее в программе мини-игры для мобилок. Уже успевшая стать суперпопулярной на PC игрушка Splinter Cell наконец-то добралась и до мобильных телефонов. Тандем компании Ubisoft и Тома Клэнси продолжает работать, работать и работать, производя на свет все новые серии похождений суперагента Сэма Фишера. Игрушка Splinter Cell 2 — это двухмерный горизонтальный скроллер, сделанный в лучших нинтендовских традициях, и оптимизированный под яво совместимые телефоны. Что отличает эту игру от множества других мобильных мини-игр? Во-первых, это графика и детализация уровней. Пожалуй, лучшее из того, что я видел на трубках. Во-вторых, интересный геймплей. А в-третьих, действительно имеющийся в наличии искусственный интеллект противников. Средств устранения этого самого интеллекта немного, однако все они крайне эффективны. Пистолет с глушителем, винтовка, различные мины и ловушки. Кроме всего прочего, в игре имеется масса любопытных фич, например, возможность захвата заложников. Splinter Cell 2 — это наглядный пример эволюции игр для мобильных телефонов. Хитовый экшен с удобным управлением, отличным искусственным интеллектом и продуманными уровнями. Проходится на одном дыхании, и без сомнения стоит того, чтобы ее попробовать. Итак, Звездные войны, рыцари Старой Республики. Похоже, ребятам из Лукас Артс наконец-то надоело перепевать одни и те же сюжетные линии из фильмов. Точнее, надоело это BioWare Corp, поскольку разработчиками продукта выступают именно они. Новая игра на тему Звездных войн не имеет никакого отношения к знакомым нам персонажам, ибо действия ее происходят за 4000 лет до известных всем событий. Выход игрушки по мотивам Звездных войн — это уже практически безоговорочное попадание. В зрителя, безумного фаната или даже просто наслышанного. У многих лукасовская тематика ассоциируется исключительно с FPS, или на худой конец с аркадными космическими шутерами. Уверяю вас, ничего подобного в этой игрушке вы не найдете, поскольку на этот раз Звездные войны втиснуты в достаточно суровый жанр RPG. Игра базируется на известной среди любителей ролевой системе Star Wars D20 Rules. Так что мы имеем не банальную мясорубку, а настоящую ролевую игру с выбором класса героя, набором атрибутов, десятками всевозможных скиллов и фич. Плюс, разумеется, различными джедайскими силовыми приемчиками, вроде выкачивания силы из противника или наведения на несчастного оппонента эпилептического припадка. Игра начинается, как и положено, с вешалки, то есть с генерации главного героя. На выбор выдаются три класса — солдат, скаут и контрабандист. После определения класса и выбора модели можно уже больше ничего не делать и доверить всю остальную комплектацию персонажа компьютеру, что весьма удобно. Единственное, чему стоит уделить однозначное внимание — это собственному лицу, потому что с ним вам всю дорогу путешествовать. Теперь можно слегка отвлечься от персонажей и в легкую попинать управление. Бегать приходится с видом от третьего лица. Правда, в любое время можно переключиться на камеру из глаз для лучшего обозрения, но ходить в таком положении нельзя. Однако самые большие претензии у меня лично возникают к системе боя, которая не позволяет самостоятельно помахать световым мечом и пошибать головы с плечник чёмных троидов. Бой здесь идёт посредством отдачи команд. Как только вы встречаете противника, игра автоматически становится на паузу, а над супостатом появляется несколько иконок действия. После выбора, кому и чем атаковать, снимаем с паузы и наблюдаем со стороны за потасовкой. Графика в игре однозначно заслуживает одобрения. Модели героев, на первый взгляд, довольно простые и угловаты, но большое количество приятных деталей, вроде живой мимики лица, естественных тины и бликов, выставляют со временем их полюбить. А как эффектно они размахивают мечами? Естественность движений поражает даже после сотого просмотра. Вывод. Это действительно один из самых любопытных и занимательных проектов про джедаев из тех, что вышли за последнее время. Если вас не пугают всевозможные неприятности, а в том, что они будут, можете даже не сомневаться, то настоятельно рекомендую вам познакомиться с рыцарями. Продолжение следует...